Сейчас поколение, конечно, другое. У нас лозунг такой был, ну, среди пацанов, по крайней мере, на третьем курсе. Кто еще на третьем курсе не работает, тот лошара. Ну, у него время такое еще было, как бы это, да? 90-е только-только, чтобы, ну, как бы не работать. Ну, все практически, парни точно все работают. Девчонки потом, они чуть-чуть похожи. Спрашивайте, что ли? А то я начну рассказывать про любимую компанию, долго, может быть, даже мудро. Это будет одна вообще. Вот, 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 вот. Конечно, поднятие. А вот эти компании были самые казусные, то есть классные, сложные или каковы? Казусные или сложные? Ну, что-то с того происходило, из ряда вон выходящие. Из ряда вон выходящие? Да. Наверное, три года. Сотрудники не знали, что хватать. Ноутбуки, вещи, готов. Выбегать, не выбегать. Это что, репетиция или что? Нежданчик. Очень казусная, очень непредсказуемая ситуация. На самом деле, мы не готовы ни к чему такому. Мы даже, мы даже в какой-то степени, если, ну, не сочтите дрессировку, словом ругательным, да, дрессировали. Блин, ну вы что, услышали звонок, хватаете, вещи свои самые первые необходимые, вы бежите вниз, ну, постояли опять, но не добедились, да, что там, ну, тревога ложная, слава богу, не дай бог, прилетит что-то. Вот. Я вас, наверное, за дачу, с клиентом всегда идет не по нашему плану, потому что, ну, хорошо, у вас в семье всегда все идет по вашему плану, да, ну, иногда, да, если план совместно поужинать, да, нормальный план, состыковались все планы как бы вперед, да, а если еще есть на всех что поужинать, то план поужинать всем очень-очень хорошо. Нет, нет, это же люди, это же люди, люди подвержены настроению, люди подвержены болезням, люди подвержены, а кто знает психотипы людей, такие как властник, инженер или, там, не знаю, там это, да, сталкивались с такими вещами, отношенец, ну вот, вот на кого попадешь, на кого попадешь, с кем работаешь, здесь же притирка, слушай. Вот у вас постоянно есть правила, которые мы поддерживаем, чтобы я не повторялся. Ну, только погромче говорите, потому что я-то слышу, а окружающего нет, чтобы я не повторял. Еще разок. Пристал. Так как вы работаете с клиентами, есть какие-то правила для решения консистической ситуации? Вот, допустим, группа в сервисе, это правило властного, выслушать, поговорить и прийти к какому-нибудь удобному решению. У вас есть какие-то правила? Ну, это же сервис, значит, ну, это же тоже сервис. Я думаю, что большинство правил, технических правил взаимодействия с людьми, оно имеет место быть. Но если я вижу, что на том конце провода сумасшедшие, я его наживаю, называю, дорогой, милочка, голубочка, выслушаю, и тебя вылечит, и меня вылечит, как бы это. Так, чего еще? Интересно узнать о нас или чего? А вы им отправите, да, наш или еще раз сброситься? Смотрите. Хорошо, тогда вот два вопроса и будем. Подробнее. Не касаясь компании вопроса, а конкретно вас. Кому или почему вы обязаны свои вузы? Вы же достиглищей вузы? Родителей отмотать? Да. Откуда примерно начать? С вуза? Ну, давай, просто... Мишку Осипову, все понятно, да, отмотали. После того, как вы поняли, что бухгалтерский учет не мой? После того, как я понял, что бухгалтерский учет не мой, кому учил... Ну, преподавателю, безусловно, это раз, преподаватель. С кем я учился, два. Ну, про высшие силы говорить или про матами, это на первом месте, да, надо поставить. Вот, а потом, ну, знаете как, я коротко отвечу, во-первых, любое общество и любая компания, в которой вы поработали, она оставляет свой след. Первая давность, это, скорее всего, я думаю, тоже отметили уже или отметите, да, и он разный, он разный. Вот, а второе, все, что происходит, это ступеньки или площадки, или лестница вниз, или что-то вот такое, да. Самое главное выполнять. И, я думаю, уж точно, наверное, смеялись над своими какими-то детскими, там, ну, к примеру, в детстве вам казалось, что это трагедия века. Сейчас вы смотрите, ой, 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 господи, если бы это... Ну, вот вся жизнь такая. Ты когда думаешь, что это как бы, оказывается, это, о, там, что-то вот такое, да. С точки зрения работы компании, я, кстати, очень хорошо. Вот, вот, упоминали мы Светлана Сергеевна, Калина Тамара Николаевна. Я когда пришел как-то на кафедру, на пятом курсе, ну, как бы, у меня растут года, будет, блин, это, где работать мне тогда, чем заниматься, как у Маяковского, да. Оказалось, что к Тамаре Николаевне пришел товарищ из, была такая группа компании «Дельвейс», может, вы магазины даже застали, их недавно только закрыли. Была сеть такая «Дельвейс», им нужны были ревизоры-инспектора. На экономический вуз все нормально пришли, как бы, они раньше не брали людей с высшим образованием, у них были, ну, скажем так, середнячки и ниже, да. Вдруг они решили, они взяли ли нам с высшим экономическим образованием к себе в ревизоры, да. Вот я пошел. Ну, работа была мужская, скажем так, ночные инвентаризации, в этом прикольно ничего нет, да, пересчитывать мороженое, товар, конфеты, там, все такое прочее. Вот, контрольные закупки. Ну, понятно, что меня недолго мыторили вот этим всем, да, пересчитывать товар, земля, у него, ума, там, как бы, не надо, да, то есть надо просто уметь не спать и начитать, да, и на калькуляторе потом все складывать. Вот, меня поставили на аналитическую работу, в чем заметили круглую склонность, да, я уже начал проверять уже документацию торговых вот этих подразделений, отдел, ну, как вот Слава Сергеевна сказала бы, внутренний аудит, экономисты, наверное, знают, да, что такое внутренний аудит, вот, и выявлять там какие-то вещи, да, вот, потом что-то был какой-то интерес, у меня второй мой одноклассник, книжка Курочкин, тогда открыл журнал «Бывалтер Татастана», попросил меня туда что-нибудь написать, я говорю, блин, что я напишу я тут, как бы, ну, и написал. Все, что у меня в Эдельвейсе, в работе в торговом подразделении, сочтел нужным улучшить. Я смотрю, потом увидел журнал с этой статьей «Белогух Эдельвейсе». Ничтяк, значит, что-то это, ну, была бы ерунда, выкинуло бы мусорку, да, там, как бы, то есть есть какие-то вот такие вещи. Вот, а, что могу сказать, начальники бывают хорошие и не очень, бывают развивающие и не очень. Я очень благодарен моему первому начальнику, да, то есть такие очень интересные вещи. Второй начальник, ну, скажем так, это «Газпром» был, вы, наверное, удивитесь, да, год я там продержался, я понял, что либо я перед пенсией туда приду, либо вообще никогда не приду, да, такая, ну, тяжелая структура. Вот, очень предпенсионный, скажем так, да, меня взяли, поскольку я вроде как немножко разбирался в налогах, заниматься этими самыми налогами, вот, выяснил, что там двух человек на это не надо, ну, как бы спросить, мы молодые, еще с одним моим однопоточником уже, одногруппник, он мне туда перетянул, да, вот. Вот, а потом мне сказали, возьми-ка участок работы вот этой тети, у нее есть две офигенные задачи, давай, Людмила, передавай ему дела. Она дает мне вот такую бумажку, вот дела, да, это все, все. Вот, значит, чем она занималась? Есть такая смета расходов, ну, понимаете, да, командировочная и прочее, 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 вот, она вела это вот в этой бумажке, сверху была подпись Контюков, снизу была ручкой написан бюджет всех подразделений, здесь подразделения, вот здесь цифры, это все как бы копия. И она, знаете, как ее вела, она отбирала карандашиком, когда к ней приходили, берут тысячу на командировочную, она отбила карандашом, писала в этой строчке, минус, да, и клала к себе в стол. Ну, ну, а если вы эту бумажку потеряете или у вас украдут? У меня, Сережа, ничего такого произойти не может, ну, хорошо, пластиком подошел, вот так вот стер, и расходов нету, грубо говоря, и придет к вам опять же тот же самый человек с честными глазами, ему опять выдадите. У меня такой ситуации быть там типа не может, да. Ладно, я там написал что-то, какую-то программу, да, люди приходили, отмечал в базе, у меня всегда в базе была, ну, оптимизация вот этого труда, автоматизация, она у экономистов и у предпринимателей такая. Я ленивый, поэтому мне надо автоматизацию, но это хорошо на самом деле. Вот. Все влияло, все влияло. Не скажу, что мне много дали именно крутые компании, да, мне повезло поработать, ну, к вопросу, да, вот там повезло. Повезло поработать в компаниях с очень развитыми бизнес-процессами. Мобильная телесистема работала я здесь, с первого в Татарстане была такая компания, Тайфтелком, вот, потом в МТС в Нижнем Новгороде работала там 4 года, вот, потом из нее куда-то там финансовым директором, что-то как-то, и потом я наткнулся на конфликтную компанию, которая оказывала услуги на страну. По сути, занималась тем же самым, чем я занимался за зарплату, например, да, только я это занимался для внутреннего клиента, как бы, да, бюджетирование там все, разъяснения, консультации какие-то. Оказывается, можно это на открытый рынок, да, я посмотрел, и, о, прикольно, еще думал, а потом попался человек и сказал, вот он, из области вот этого, да, он мне сделал вот такой вот волшебный пендель, типа, что ты тут, это, иди, что тебе не хватает? Нужен был волшебный пендель, чтобы я решился и пошел заниматься вот этим самым консультацией. Выяснилось, что что-то есть педагогическое без этого никак, что-то психологическое в работе с клиентами без этого никак, что-то по профилю тому, чему я учился в предыдущие годы. Вот они, вот эти кирпичики были, вот эта вот лестница была, она как бы вот, что еще? Вот, смотри-ка, интересная тема пошла, так, девушки сперва, ладно? Давайте один, вот потом парень, которого я не... А какие критерии вы выделяете для того, чтобы расценить именно эффективность ваших услуг? Мы для наших клиентов? Эффективно ли? Да. Какие критерии? Что вы взяли на них? Эффективно ли мы оказали услугу? А что там надо? Не считаю, но она... Вы думаете, там надо придумать какие-то критерии эффективности? Как вы думаете, чем мы занимаемся? Ну, создаем стратегии для распределения эффективных эффективностей. Ну, это прям круто. Вы, наверное, удивитесь, в нашей работе очень много примитивной работы. Интеллектуальный стенографист. Знаете, кто такой бизнес-аналитик? Нет? Никто не знает, кто такой бизнес-аналитик? Или там системный аналитик? Это человек, который может услышанные гениальные мысли, во-первых, правильно, без ошибок положить на бумагу, ну, скажем так, интеллектуальный стенографист. Второе, он может разложить их по полочкам. То, что сейчас он сказал, относится к стратегии. То, что сейчас он сказал, относится к производственному плану. То, что сейчас он сказал, относится к плану по персоналу. А то, что сейчас он сказал, это материальное сырьевое обеспечение. То есть человек, который может по структуре, по полочкам разложить, он, в принципе, аналитик, наверное, да? То есть, ну, систематизация по каким-то группам, группировка, структурирование, все вот эти вот математические и прочие методы, да? Вот. И в нашей работе иногда очень много примитивной, но за которую как удивительно платят. Представляете, люди не могут написать мысли свои гениальные. Мы их выслушиваем, кладем, отправляем, получаем. Высокоинтеллектуальной работы, чем дальше с годами, все меньше. Она есть, она нас очень радует, она развивает наших сотрудников и нас самих, высокоинтеллектуальные. Сложные расчеты, особые методики, которые мы где-то подглядываем, или они рождаются в нашей голове. Ну, наверное, подглядев, где-то они рождаются в нашей голове, да? Вот, потому что новое что-то придумать в экономике, ну, в эксплуатации можно, в экономике, ну, наверное, уже как бы, ну, сложно, очень сложно, да? Очень сложно. Вот. И, блин, ну, я могу очень цинично сказать, если клиент нам вторую часть заплатил, у нас аванс и просто оплата, да? Если клиент нам заплатил вторую часть и подписал акт приема-сдачи, мы полных работ, ну, походу, эффективно. Ну, вот так вот, если, да? Если в детали. Хорошо. Аналогично? А я аналогичных компаний не знаю. А другие компании? Какие знаете вы другие компании схожей сферы деятельности? Никаких? Большая четверка есть у вас понятия на слуху? Янс Ян, Делойт Туш, Пресс-Вортерхаус, кто там еще, ТПМГ? Они с кем работают? Кто их клиент? Большие бизнесы. Их бизнесы – это КАМАЗ, ТАТНЕКО, ТАТНЕФЦ. С клиентом, с которым работаем мы, они никогда работать не будут. Выхлоп по деньгам ниже, трудоемкость та же. Нафиг им это не надо. Их не так много, на самом деле. Ну, и плюс, это если мы сейчас говорим по портрету клиента, да? По среднему чеку. Там, скажем, у них час в разы больше нашего, к примеру. Но мы потихонечку растем. По уровню качества. Я думаю, что с москвичами мы в уровне качества уже сравнялись. Сейчас мы стараемся прирасти к московскому ценнику. Наша вторая радостная часть, как бы, да? Потому что надо уметь продавать качественные услуги. То есть, сперва есть какой-то пункт в голове, качественную ли ты услугу продаешь, да? А потом, когда вот этот собственный барьер уходит, то, оказывается, ты продаешь качественную услугу. Почему бы на нее не ставить цену? Я очень удивился. Ну, это про отличия, да? А второе отличие. С кем работают большая четверка? Точнее, по какому профилю услуг? Они работают с аудитом МСФО. Мы работаем с РСБУ, нашим несчастным. Кто знает слово РСБУ? Российские стандарты бувалтерского учета. Наш бухучет. Российский наш. Вот мы с ним работаем. Они работают с перекладками РСБУ в МСФО. Вот вам вот эти слова, они нематерные, они абсолютно нормальные. МСФО, международный стандарт финансовой отчетности. Да, АП иногда там, да, что-то. Вот, РСБУ, это вам придется, все, вам все это дадут, короче, это ваше. Вот, мы туда не лезем. Нам туда не надо, абсолютно. Во-первых, это другая квалификация и очень часто связана с международными компаниями. Мы с международными компаниями работаем, ну, практически не работаем. Крайне мало. Мы работаем с национальной компанией. Понятно, что есть Казахстан, есть Узбекистан, да? Вот, есть там наши местные татары, уехавшие туда. Это мы считаем, что работаем с Казахстаном или нет? Ну, в общем, как-то так, да? Так, ага. А в принципе, в принципе, у вашей компании и... Порядочность. Порядочность. И второй вопрос. Как я помню, в 2009 году создана была ваша компания. Была ли какая-то созданная модель бизнеса, или это было просто изменено? Там, например, надо было, допустим, я проснусь и создам компанию. И изменилась ли модель бизнеса? Ну, могут какие-то совмешательства у меня, допустя... Вопросов 8-9 я насчитал. И доклад. Напомни первый. А? Принципы. Ну, этичность, естественно, да? У нас есть колык с деловой этикой, если что. Там все принципы. Этичность, порядочность, честность. Потом, есть один, знаете, бухгалтерам и юристам будет очень важно знать. Не так давно вышел очень страшный закон для консультанта, который гласит о том, что если консультант увидел в деятельности клиента ничто, не соответствующее законодательству, он обязан настучать на него. Страшный закон, очень страшный. Такой вот, знаешь, узаконенность у качества, да? У нас на столе, ну, кто дойдет до нас, у нас есть такая штучка. Это не про нас. То есть, обратным принципом. Не свои декларировать принципы, написать полтона сочинений, да? Мы написали какие-то вещи, которые точно не про нас. Там, сдай клиента ФНС, получи вычет про НДС, это не про нас, да? То есть, ну, вот что-то такое, да? Вот. Ну, смотрите. Я думаю, что самое ценное, думаю, что одно из самых ценных в нашей работе – это профиль личный доктор. С нами не стесняются, но мы ничего за пределы и не рассказываем, да? Вот, скажем, мы даже иногда людям, которые комплексуют, ну, кто нас не знает. Со второй встречи уже все проще. Вот кто не знает нас, нас, на самом деле, потому что очень много обращили из интернета, то есть, представляете, чуваки увидели какие-то это… Кстати, а кто дошел до нашего Ютуб-канала? Вы же что? Это вторая кандидатура там на оценку. Ну, ладно. Вот. При второй встрече, например, мы говорим, ребята, пожалуйста, давайте с нами, как с семейными докторами. Если вы чего-то не доскажете, не договорите, что у доктора? Если вы не рассказали симптомы, диагноз может быть неверным. При неверном диагнозе что? Неправильный рецепт лечения и, наверное, последствия, да? Вот так, примерно. А второй? Была ли какая-то модель медицинской? Никакой модели не было. В 2009 году открыли, обратились к нам знакомые. Можете нам сайт сделать? Можем, наверное. Можете нам базу данных, юридическая компания обратилась? У нас нет базы данных, юридических договоров, можете сделать? Можем. Ладно. Потом Таттелеком, сейчас быстренько отвечу, Таттелеком обратился, там все кореши мои работали. Слышь, ты же там внедрял систему инвестиционного планирования в МТС своем вот этом там пеханом? Да, да, давай, помоги нам тоже консультировать. Вот первые три года относительно безактивной деятельности прошли так. В 2011 году я уже понял, что будет консалтинг. И уже вот там направления пошли. Ага. А вот как вы на это делили клиентов, когда ваша компания только появилась? Блин, а я что сейчас рассказывал? Внимательно. Это были первые клиенты такие, среди близкого круга друзей. Потом мы залопали сайт, и они стоят... А, не, вру. Когда я решался открыть, как бы, вот уже присутствие консалтинга, да, там вот, и это, что интересно, произошло в чем нам? Не в Казани. То есть здесь я работал в консалтинговой компании ГОЖ, где я, собственно, и увидел, как это можно, да. Поэтому я признателен там, вот, и Резату Тусаева, который сейчас консалтинге работает, но у него работает директор по продвижению, я понял, что это можно делать на самом деле, да. Вот, клиентов не уладил, сразу скажу. Мы сразу ушли на другое поле. Вот, однажды мое выступление в торгово-промышленной палате, мы же еще в тайминге, да? Нормально? Ну ладно. А, чуть-чуть. Однажды мое выступление в торгово-промышленной палате увидел финансовый директор ТПП Челнов, подошел и сказал, слушай, пойдем. Да, мы таких людей давно искали. У меня там предприниматели, которым нужны ответы на вопросы, в которых ты, походу, разбираешься, да. Мы тебе все поставим, стол, стул, компьютер. Я говорю, ну, стол, стул, хорошо, компьютер как бы есть, приходи, приходи. Они посадили нас вдвоем на тушечки, там, за один стол, да, но это был такой же скач, потому что я еще не успевал закончить консультирование одних, к тому же стучались другие. Этот финансовый директор, я так понял сейчас, я же не видел его работу, догадываюсь, да, он звонил, слышите, у меня там есть один умный человек, давай приезжай, и вот это очередь. Он даже не согласовывал с нами время, люди там стояли, это первые клиенты были. Потом пошел, видимо, репутейшн в набережных Челнах, в отличие, это вообще отдельный деловой мир, набережные Челны, я вот так вот понял за камень, там слухи, вот это сарафанное радио распространяется сумасшедшей скоростью, начали люди приезжать. И уже финансовый директор, когда там встал вопрос, что-то поднимать на маринадную палату, он сказал, благодаря этим людям, люди в Челнах узнали, где находится наша пеханная торгово-промышленная палата. Они приезжали, не зная, куда приезжать, по адресу, да, вот, а потом уже параллельно крутили сайт, и вот сейчас больше людей приходит, на самом деле, оттуда, с инетами. Ну и понятно, что мы продолжаем работать уже как бы с клиентами. Что еще хотел сказать, вы знаете, наших выпускников, наших выпускников с удовольствием берут в крутые компании. Ты где работал? Вот у нас даже, у нас даже были двое-трое, не знаю, практикантов или стажиров, недолго, короче, с нами работали, ну полгодика, там, три месяца. В резюме пункт присутствует. Я работал, а в компании, там, верное решение, там, или я работал. Это прикольно, с одной стороны, ну, репутация всякая же нужна только, да. Вот, это значит, что люди, ну, во-первых, считают, что компания крутая. У нас одну сотрудницу, другая женщина спросила с придыханием, ты как вообще туда попала? Ты по блату там или что? Я говорю, да, да, по блату через постель, как вы стране, и все там, это самое, да. Вот, это хорошо. Вот в данном случае, в данном случае работает принцип Пети Васечкина или, там, Васе Петрова, не быть, оказаться. Ну, по факту, мы не такие крутые, да, но слух вот этот, вот он как бы вот идет, да. Ну, и плюс к тому, что, ну, я не знаю, в чем студентов зависит хотя бы этим. Поработав у нас годик-два-три, сколько, ну, как бы там захочется, да, опять, потом можете уйти в крутую компанию, вас удовольствием возьмут, я не вру. Как наша практика изменилась? Никак не изменилась наша практика.